Отличная ночь для того, чтобы приехать из Парижа в Ригу. А, вот, кстати, вокзальные крысы бегают. Не очень видно, но я сейчас подойду. Вокзал, естественно, закрыт. Мы сейчас отвозили человека в Каунас. Там замечательный автовокзал. Работает круглые сутки за ожидания. Тепло замечательно. Вот Рига. Вот так вот это выглядит. Еще и снег пошел. Гостиницу не бронировал, так как в три часа ночи приехал. Ждать мне четыре часа решил. Ну и нам сказали, что по телефону, что вокзал открыт, есть где посидеть. Подождать оказалось, конечно, это все вранье. Звонили на вокзал. Сейчас посмотрим. Я ролики видел про крыс в интернете. Только что здесь одна бегала. Реально одна бегала. Сейчас посмотрим, следы где-то здесь были. Вот они, следы, да. Вот она. Вот побежала, побежала, побежала. Чтобы не брали вот Орига. Сейчас посмотрим, куда она убежала. Я не хочу ничего плохого сказать. Крысы здесь везде. И в Париже, и в Лондоне, и в Москве, и в Нью-Йорке. Особенно в Нью-Йорке. Но как-то раньше, при других людях, здесь было немножко чище и аккуратнее. А то, что ни туристам не проезжим через Ригу, нормально не остановиться, не подождать свой транспорт, это, конечно, печально. Ну ничего, будем подачком. Вот их много следов. Они здесь живут, видимо. Это печально, господа, начальство Риги. Символику мы там убираем с вокзалов, а вот привести в порядок все это, центр города, где туристы видят, первое, что приезжает, это ужасно. 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 Всего доброго. Латвия процветает. Продолжение следует. Ужасно.